дорогие мои подписчики дорогие гости моего канала принимайте теплый привет с берега балтийского моря с вами Людмила Батакова и мне очень приятно что вы заглянули на мой канал смотрите это видео традиционно я сегодня буду говорить о здоровье точнее по теме моего ролика почему же одни люди болеют болеют очень часто а другие люди не болеют даже в пору самых сильных вирусных всяких масс заболеваний причина в первую очередь все равно кроется в психосоматике там мы допускаем либо не допускаем то что происходит в нашей жизни мысль она материальная и она первична но есть большая помощь со стороны нашего организма то есть это мощнейший иммунитет если у человека сильный иммунитет он способен преодолеть любое заболевание да можно чувствовать как-то себя дискомфортно даже можно чуть почихать и покашлять это легкая такая степень заболеваний которая дает как раз таки иммунитет переболел какой-то новый вирусной болезнью у тебя есть иммунитет то есть для организма это естественно вот как укрепить тот самый иммунитет как сделать так чтобы мы были сильными крепкими и любое заболевание переносили в крайнем случае так это с легкостью на ногах сегодня мы с вами и поговорим и я думаю что я не открою вам ничего нового если скажу что от питания зависит и наша продолжительность жизни до качественная продолжительность жизни и о молодости красота на сегодняшний день вот если взять общем все наше человечество мы употребляем 70 процентов пищи вот реальной пищи которым пережевываем проглатываем и 30 процентов мы добираем автоматически это происходит через воздух до добираем еще водой все такое прочее а вообще-то должно быть наоборот наоборот это когда мы потребляем 30 процентов пищи самый обыкновенный самый простой а 70 процентов мы добираем через воздух через воду и если говорить о питании на усиление иммунитета то на первом месте будет пост воздух воздух это настоящая газообразная пища и она более важна для нас чем жидкая или твердая смотрите без воды мы можем прожить некоторое время без еды еще дольше можем жить без воздуха нет как только в организм не поступает воздух человек умирает давайте смотреть каким воздухом мы дышим здесь на первом месте то что отравляет нам жизнь когда наш организм поступает воздух с наркотиком первое это никотин то есть табачный дым он сильнее всего разрушает иммунитет именно табачный дым которым содержится никотин неважно куришь ты либо ты посильный курильщик то есть если вдыхать вот эти пары иммунитет значительно снижается еще никотин почему потому что никотин вызывает обеднение тела витамином c дальше не свежий затхлый запах в доме запах плесени запах копоти запах застоявший во вся чего-нибудь запах грязного то есть особенно в том месте где мы спим нужно дома обязательно иметь чистый воздух почти такой же как на улице поэтому регулярно нужно проветривать помещение регулярнейшим образом и зимой и летом хорошо проветривать особенно перед сном то что во время сна воздух на именно воздух и то есть наше основное питание во время сна когда нас пищеварительная система отдыхает то что мы ничего не едим не пьем в этот момент мы питаемся именно воздухом вот представьте сколько часов вы спите столько часов вы постоянно питаетесь воздухом и конечно качество воздуха напрямую влияет на наше состояние наше самочувствие следующее качество питья то есть то что мы с вами пьем это вторая по значимости пищи вот заметьте мы еще до обычной пищи мы еще с не дошли количество и качество питья имеет огромное влияние на иммунную систему иммунитет сильно разрушается алкоголем водка вино пиво когда вы мне спрашиваете людмила что вину тоже что пиво тоже да если учесть тот факт что что добавляется в алкоголь еще дополнительно да и того чего мы кстати с вами можем и не знать то ни один алкогольный напиток сегодня не может быть полезен для нашей иммунной системы наш иммунитет разрушается возбуждающими напитками это что это у нас кофе это у нас какао то есть горячий шоколад это черный чай смотрите все эти напитки они дают некий такой допинг стресс когда нужно быстро проснуться или быстро быть в тонусе что происходит после такого состояния мы уходим близко в минус я понимаю как бывшая любительница кофе как я утверждала раньше и с моя дочь младшая смеется до сих пор мама ты говорила раньше что ты без кофе жить не можешь да я так думала смотрите если есть такая прям зависимость от кофе и вообще ничего резко в жизни не надо прекращать делать то можно заменить кофе обычный на кофе без кофеиновый либо как я делаю моему мужу кофе я смешиваю без кофеиновый с кофеиновым причем в пропорциях кофеинового меньше а без кофеинового больше то есть чтобы там было какое-то вот количество кофеина и он пьет маленькую чашечку в день этого слабого кофе то есть это подходит что касается черного чая да если бы большой любитель черного чая я тоже была большим любителем черного чая да еще и с молоком но просто в какой-то момент помогло сознание я а вообще отказался черного чая перешла сто процентов на зеленый то есть нужно менять пищевые привычки я знаете сегодня не смогу вам рассказать абсолютно всего потому что это большой материал это очень большой материал но я пользуюсь случаем это не реклама да но пользуюсь случаем я хочу вас пригласить на наш с эльвирой шамсудиновый курс жизнь в стиле анти эйдж закончился первый сейчас первый сезон нашего курса который назывался стройное лето сейчас мы готовим к выходу 2 dolce vita где будем говорить как раз таки о зависимостях да вы можете прийти только на второй сезон вы можете пройти первый сезон потому что отзывы очень хорошие а поэтому маленькое такое вкрапление чтобы вы просто знали где получить полную на информацию так если говорить вот о таких напитках которые считаются напитками допингами то мы можем с вами вот это все нивелировать ничего не надо и жизни убирать резко если у вас нет к этому такого вот желания вдруг вот вдруг вы почувствовали все я хочу просто перестать пить алкоголь пристать курить перестать пить вот эти вот напитки тогда да тогда вы уже внутренне созрели у вас есть это осознание если же пока еще этого нет начинаете потихонечку без стресса для организма у нас стресс и и так достаточно но сразу вам хочу сказать большинство стрессов у нас именно за того что мы неправильно питаемся потому что мы не додаем организму регулярно ежеминутно ежесекундно мы не додаем организму питательных веществ не защищаем иммунную систему поэтому идет такой разлад кипяченая вода но сейчас как-то моды на кипяченую воду немножечко отошла на второй план не так как это было раньше но тем не менее кипяченую воду если вы ее вскипятили можно пить только сразу либо горячей когда она свежая не отстоявшиеся нет именно свежая либо бросить вот в эту водичку кипяченую листик мяты либо листик черной смородины так это будет реально очень хороший напиток который поможет и нашему организму справляться с различными неприятностями вы знаете что за ночь наш организм теряет порядка 500 600 миллилитров воды и утром когда мы встаем организм просит этой воды во-первых выпивая эту воду мы подготавливаем организм к работе но самое главное мы вычищаем все благодаря вот поступлению воды в организм наш желудок да и мы вычищаем все то что скопилось там за ночь и желательно утром пить 500 600 миллилитров воды я пока выпиваю 400 тот же самый случай я говорила не надо все сразу делать все нужно делать постепенно добавляю немножечко лимона то важно тоже не переборщить и выпиваю такую водичку каждое утро за час до еды за этот час водичка делает свое тело и плюс вот такая трапеза до водяная позволяет организму выработать естественный голод перед сном я тоже пью стаканчик воды во время сна такая вода тоже очищает организм течение ночи и удаляет все вредные вещества утром с мочой но есть один нюанс перед тем как проглотить каждый глоток такой до воды я немножечко держу ее во рту и потом проглатываю особенно если вы чувствуете что вы сильно устали вот прям сильно устали не там захлебывайте эту воду до глотками взяли глоточек подержали проглотили взяли подержали проглотили да напомню особенно если вы сильно утомлены прям валитесь ног и сильно хотите спать вот этот ритуал очень вам поможет еще и хорошо уснуть ну и как раз таки мы подошли к пище пища должна содержать все вещества и все химические элементы которые входят в состав ткани человека вот это полноценная пища и так первое это витамины главные поставщики витаминов это растительные продукты это ягоды это фрукты это овощи это орехи это корнеплоды грибы и клубни если брать продукты животного происхождения то они бедны витаминами кроме яичного желтка свежего молока и сливочного масла но тут я хочу оговориться и в принципе сегодня я об этом еще не один раз скажу я все понимаю у нас сегодня с вами если говорить о массе людей нет доступа к качественной молочной продукции к качественной вот как это было раньше да нет доступа к качественным крупам качественной муки потому что мы с вами зачастую питаемся продуктами генной инженерии это когда много это когда красиво да это то что не едят черви да то есть на что он не смотрим даже насекомые потому что им страшно на это смотреть и мы это с вами должны понимать но я хочу вам сказать что организм он способен переработать и такую пищу естественно но здесь есть вот некоторое но учитывая то что токсины и яды скапливаются в нашем организме когда мы едим несовершенную пищу да поэтому мы ее количество сводим к минимуму берем только самое такое ну максимально натуральное нужно обязательно чистить печень это вот просто святое должно быть печень несет ежедневную прям ежеминутную огромную нагрузку потому что печень это орган очистки и если представить какую нагрузку несет печень когда мы закладываем в свой организм а бы что то становится просто страшно и ей нужно помогать на сегодняшний день я могу вам сказать что я чистила печень по малахову этот метод хороший действительно организм совершенно по-другому себя чувствует но он далеко не всем подходит и это не совсем приятный метод очистки сейчас я планирую пройти метод очистки да по другой схеме и как только я ее пройду и обязательно вам о ней расскажу но особенно поделюсь теми кто будет на нашем курсе повторюсь только потому что это очень большой объем знаний то есть сегодня у меня там максимум 30 минут вам рассказать а курс это где-то 5 6 7 8 уроков до полноценных и еще скажу по поводу молочки а помните я вам рассказывала кто смотрит меня давно что я проходила генетический это специально по питанию то есть какие у меня есть генетический там наклонности не наклонности до которые передали мне предки в употребление разных продуктов так вот да у меня есть скрытая непереносимость лактозы что значит скрытая она не проявленная вот выпив там молоко либо съев творог сметану что-то из молочки кисломолочки у меня может быть реакция а может и нет какая она может потечь но смогут начать слезиться глаза даже при всем при этом врач сказала мне вы знаете я вам ни в коем случае не могу сказать чтобы вы не пили молоко или не ели творог потому что это нужные продукты но тем не менее да тем не менее нужно регулировать самому то есть нужно наблюдать то есть вот даже при такой легкой непереносимости лактоза да мне врач рекомендовала все-таки есть и следить за собой я поняла если там два три раза в неделю ем творог ничего не происходит если на постоянке каждый день до начинается вот это вот активация то есть мы же можем еще менять генетику знаете да при жизни то есть если какой-то из членов семьи начинает работать над собой над тем чтобы выправить свое здоровье следующему поколению достается все лучше и лучше жизни это было вот отступление по поводу того о чем я буду сегодня еще говорить до молочке это касается в первую очередь потому что сегодня не переносимость прям лактоза но чуть ли не у каждого второго а если она большинство просто говорит ой мне сказали молоко там и пить не надо творог есть не надо его нормальная переносимость молока и творога но единственно нужно пить хорошее молоко вот не то что в магазинах продается то молоко которое с добавками идут да а настоящая чистая младая если говорить о искусственно созданных витаминах я сейчас говорю не про банды да это вытяжки вытяжки из овощей и фруктов из-за растений да а именно искусственно созданные витамины то они на какой-то момент могут помочь на какой-то момент если мы говорим о помощи организма да тем более а излечение то здесь можно помочь себе напитать себе витаминами только при полноценной пищи то есть это фрукты овощи и ягоды там витамины есть минеральные соли входят в каждую клетку нашего организма из них из минеральных из минеральных солей строятся наши органы и минеральные соли постоянно расходуются поэтому их нужно постоянно пополнять если у нас недостаток минеральных солей тут же идет ослабление иммунная система будет не получил сегодня организм у нас в сутки до достаточное количество минеральных солей и муткой просела белки жиры углеводы пресловутые знаменитые тема затертая но тем не менее важно в этой теме разобраться потому что люди сейчас уже раньше когда думали что ты полнеешь от того что ты есть жирная вроде то время прошло уже всем показали что мы толстеем когда мы едим углеводы потом люди напугали вообще всякими сахарами всяким сладким вообще любом сладкими сейчас люди запутались а что можно есть-то в конце концов да что можно есть давайте начнем с углеводов углеводы дают нам энергию собственно говорят точно так же как и жиры и углеводов в употребляемой нами пищи должно быть больше всего потому что это энергия углеводы присутствуют в продуктах в виде крахмала в виде клетчатки и в виде сахара крахмал содержится в картофеле в корнеплодах крупах овсяных хлопьев в хлебе в макаронах и в муке клетчатка содержится во фруктах овощах корнях стручковых плодах ржаном хлебе в крупах клетчатка активизирует кишечник и помогает перистальтики сахар это пчелиный мед ягоды фрукты некоторые овощи например бобы сои и в молочке есть сахар та самая лактоза сахар в этих продуктах хорошо усваивается организмом является ценным и полезным если говорить об искусственном сахаре вот рафинад сахарный песок это куда входит сахар этот сахар вредит потому что во время варки когда создаются сахар разрушается его органическое состояние такой сахар затрудняет пищеварение потому что происходит гликация до слепания когда играть тебе не слипнется и что самое неприятное я это пережила вызывает брожение то есть начало моего вот возрождения скажем тогда антиэйч возрождение было именно с того что мне было запрещено есть более пяти грамм сахара в день потому что большее количество тут же вызывало в организме брожение то есть я не пью абсолютно даже не нюхал алкоголь а в моем организме производится такая знаете виноводочный завод те конфеты карамель пирожные тортики печенье все это содержит вот те самые сахара вредные продукт переработки которые очень негативно влияет на состояние нашего здоровья на наш иммунитет жиры это наиболее калорийная часть нашей пищи и это источник теплообразования масло подсолнечное кукурузное льняное оливковое миндальное рисовое а также молоко сливки и сметана содержит полезные жиры жиры содержит очень ценные для организма вещества до жиров в нашем рационе должно быть меньше всего по соотношению белки и углеводы но без достаточного количества правильных жиров не происходят правильные процессы в нашем организме а вот мясной жир совершенно не полезен для нашего организма так как в нем содержится большое количество холестерина белки конечно белок это главный строительный материал для клеток да то есть углевод у нас энергия а белок строительный материал из которого строятся наши клетки главные полноценные белки это молочка до молоко и творог я чуть чуть раньше вам уже говорил почему даже при том что у меня есть частичная непереносимость лактозы врач все-таки мне рекомендовал есть творог дальше картофель капуста да не удивляйтесь картофель то есть мой любимый карту вообще честно вам хочу сказать чтобы мне когда не говорили о картофеле что этот кранеплод он содержит много не того что не нужно не потребно нашему организму что от него толстеют худеет там все что угодно я всегда интуитивно чувствовала что картофель я ела ем и буду есть но метод приготовления картофель должен быть либо правильно отварной очень правильно приготовленный либо запеченный один рецепт вам сейчас скажу как делать картофель таким чтобы он был полезным остальные все рецепты на курсе и так кипятите воду закладывайте туда картофель если мелкие прям целиком а если он крупный просто режете на кусочки предварительно перед этим насыпаете специи или травы какие вы любите немножечко соли вот закладывать этот картофель закрываете его как только закипит сразу же отключаете вашу плиту в общем снимаете с огня и картофель будет готов тогда когда вода остынет вот это правильно приготовленный картофель и он содержит в себе большое количество белка при термообработке вообще теряется только витамин c все остальные витамин остается на витамин c добавить очень легко полив лимонным соком далее добавив допустим в рацион напиток из шиповника потому что с шиповник и перец то красный стручковый содержит огромное количество витамина c и так картофель и капуста гречневая крупа но зеленая гречка лучше зеленая гречка не обработанная да то есть опять маленькое отступление делают до крупы обработанные поэтому лучше зеленая овсянка конечно же цельнозерновая и конечно это не утренняя каша овсянка другие рецепты приходите скажу миндаль здесь тоже есть один нюанс я сейчас вам о нем расскажу миндаль то есть орех этот нужно замачивать обязательно и снимать верхнюю шкурку в этой шкурке содержится на вещество да ядовитое которое отпугивает всяких насекомых того чтобы они пожирали миндаль и вот нам это ядовитое вещество совершенно не нужно дальше шпинат зеленый горошек фасоль соя горох чечевица грибы есть белки и в хлебе тоже в цельнозерновом хлебе в правильно приготовлено не из муки вашего сорта потому что мука вашего сорта равно сахар обработанный сахар в овощах и фруктах белки тоже есть но их гораздо гораздо меньше мясной белок значительно слабее растительного так как содержит в себе яды от продуктов распада мочевую кислоту а вот при распаде растительных белков мочевая кислота не образуется для любителей белковой диеты сейчас много разных модных диет да их сейчас рассказываю классику такой обильное употребление белков ведет к мощнейшей нагрузке организма увеличению внутренней работы повышению выделения мочи это очень утомляет почки отягощает весь организм и приводит органы в утомление теперь лучшие фрукты и овощи которые снабжают наш организм всем полезным и нужным ягоды фрукты и овощи орехи и картофель самые лучшие продукты питания это первое средство для сохранения иммунитета и здоровья организма ягоды земляника клубника черная смородина красная смородина в черной смородине витаминов больше чем в красный крыжовник ежевика малина рябина они дают витамины много витаминов сахар дает черника и не удивляйтесь клюква а брусника дает нам клетчатку фрукты шиповник яблоки груши слива вишня черешня лимоны апельсины мандарины виноград абрикосы персики изюм финики и инжир орехи кедровые миндаль фундук и арахис а еще грецкие овощи помидоры шпинат лук чеснок салат морковь редька черная редиска капуста белокочанная брюссельская цветная брокколи свекла или свекла хрен петрушка зелень огурцы обязательно арбуз паприка красная стручковая красный стручковый перец бобовые в этом списке на последнем месте однако они тоже дают нам все необходимое бобы фасоль горох чечевица соя много этих продуктов есть не рекомендуется так как них есть большое содержание белка слишком большое содержание белка я говорила что это не совсем хорошо чуть выше и содержание кислот грибы тоже относится к этой же категории да много не надо картофель основной источник витамина c и группы витамина b ценнейший продукт повторюсь просто нужно правильно его готовить в нем много минеральных солей в картофеле это наиболее полноценный из всех растительных белков картофель плюс овощи до клетчатка правильные жиры это идеальное питание но без соли хлеб полезный хлеб это из муки грубого помола то есть из грубой муки но много хлеба такого есть не нужно вообще много хлеба есть нельзя потому что вот такой хлеб он кислоизбыточен что тоже негативно влияет на состояние нашего организма и на иммунную систему точно так же как и мясо да тоже кислоизбыточное вместо хлеба лучше есть картошку вы знаете я вспоминаю когда свое детство да как питался мой дед мой дед ел много картофеля и всегда просил картофелю кусочек хлеба у бабушки только черный хлеб был такой кто в советском союзе жил помните черный формовой такой его называли кирпичик я собственно говоря всегда это раздражало потому что это хлеб а не кирпичик но тем не менее немножко потрясающе здоровым был мой дед вот потрясающе здоровым да он ел салат доме и клетчатки он ел много всякой травы да хотя называл таком бикормом но картошка присутствовала всегда крепчайший здоровый человек практически никогда ничем не болел какие-то там иногда были вот эти вот вирусные заболевания дед мой всегда отлеживался пил много воды просил бабушку заварить его чай приносить воды и все то есть на его же никто никогда не учил правильно питаться это было вот в семье всегда поэтому судите молоко и яйца знаете про молоко мы с вами уже поговорили это хороший продукт и если нет действительно такой вот резкой реакции если есть резкая реакция еще раз повторюсь нужно чистить печень даже если это генетически заложенном все можно исправить нужно чистить печень нужно организму дать силу про яйца много о них говорится да и плюсы и минусы но в том же разговоре с когда я проходила этот тест днк мне врач сказал о том что яйца это продукт да с одной стороны белковый но желток это жир это много жира животного происхождения это не нужные продукты нашего организма поэтому яиц есть много нельзя более того кроме вот того что это жир яйца имеет сильный избыток кислоты а вот витаминов недостаточно более того яйца большое потребление есть раздражают почки но допускать в питании можно но не жареные пережаренные вот свежеприготовленные да то есть это отварное яйцо то самое яйцо в мешочек омлет скрамбл и не чаще три раза в неделю если говорить о классике то детям до пяти лет есть яйца вообще не рекомендуется это по классике вам рассказываю да если мы хотим с вами быть здоровыми и не болеть особенно учитывая некачественные продукты питания до которые мы в основном употребляем мясо мясо животных углеводов нет витаминов практически нет минеральных солей мало много жира и очень много белка но это не полноценный белок я уже немножко выше говорила о том что содержится в белке мясо животных и мясо нас не столько питает по всем этим причинам сколько возбуждает после пикового возбуждения начинается пиковый спад начинается усталость организма потому что организм тратит очень много сил на переработку такого продукта то есть мы силы теряем иммунная система опять проседает если говорить сейчас таки о простом правиле пищи то смотрите что точно нас насыщает картофель корнеплоды микрозелень туда же входит овощи фрукты и ягоды то есть таком сочетании мы получаем растительный белок достаточном количестве мы получаем клетчатку который помогает перистальтики мы получаем необходимые углеводы и жиры и сахара необходимые углеводы которые перерабатываются организмом да те самые сахара и жиры полноценное питание минералы и витамины естественном виде также молоко или молочка заговорки и хлеб грубого помола немножечко в удовольствие если вы категорически не любите хлеб не хотите вы есть это другое дело но сегодняшним моим вот этим видео я хотела бы сказать вам что вы не боялись есть то есть не нужно бояться пищи который ты прикасаешься нужно лишь поменять пищевые привычки пищевые привычки меняются не так долго не так сложно как вы думаете потому что нашим организм главное насытиться а если мы насыщаемся одинаково там куском мяса либо тем же там картофелем или другим белковым продуктом теми же бомбовыми то вы почувствуете разницу как вы чувствуете себя когда вы с мяса съели как чувствует ваш себя организм как вы наутро просыпаетесь если нет у вас отечность да какая у вас голова тяжелая легкая и когда вы едите белок растительного происхождения как вы выглядите какая вас там легкость какая походка какая кожа стала конечно вы сделаете выбор в пользу растительного белка так пищевые привычки меняются просто когда ты видишь результат вообще я вам хочу сказать что это вкусно все ну и есть правило еды потому что питает нас не то что мы едим а то что мы усваиваем то что усваивает организм повторюсь если не чистить организм то паразиты которые есть нашем организме усваивают все питательные элементы все витамины минералы раньше чем это делаем мы то есть до наших клеток не доходит то что им очень нужно излишняя пища она не усваивается и она в конце концов приводит к отравлению да потому что она просто лежит гниет и плесневеет в нашем организме выделяя яда и токсины ни в коем случае не нужно есть если вы устали такая еда тоже приводит к отравлению нужно сначала немножечко отдохнуть и только после отдыха приступать к приему пищи следующее это здоровье через кожу наша кожа участвует в процессах иммунных ежедневно ежесекундно потому что кожа это самый большой орган выделения и точно также приема в том числе наша кожа дышит наша кожа питается наша кожа выделяет то что выделяет наш организм поэтому кожу нужно обязательно чистить желательно ежедневно и обязательно раз в неделю должна быть такая грандиозная очистка это должна быть либо баня да либо хорошая ванна либо душ с пилингом потому что коже нужно помогать в том числе в первую очередь помните дышать обязательно закаливание но здесь уж кто на что гораст как говорится но и питание света тайна воздействия солнца в соединении тепловых световых и ультрафиолетовых лучей вот нам жителям севера крайне не хватает солнца поэтому как только мы его видим мы бросаем все дела и бежим хоть немножечко посмотреть на солнце это идеальное сочетание света которая лечит и омолаживает наш организм ну и питание теплом самое надежное это теплая постель это душ перед сном это горячий чай мятный ну либо с листочком на черной смородины паровая баня ванна все то чем мы можем с вами согреться особенно если мы становимся 100 но вот дорогие мои это небольшая часть того что мне хотелось вам сегодня передать для того чтобы вы понимали да почему одни люди болеют другие нет те кто не болеют они питаются очень просто как вы понимаете из того что я сейчас сказала да это очень простое питание это питание которое наполняет наш организм витаминами минералами необходимыми белком из которого строятся наши органы то есть это тогда когда мы едим до воздух свет пищу допьем воду и когда мы помогаем кормим каждую клеточку нашего организма в этом случае наш организм конечно же имеет мощь силу иммунная система она ну способна отбить любой вирус и конечно же это влияет на молодость и на долголетие такое здоровое долголетие при котором наш мозг активен и он работает очень качественно вот это мне бы очень хотелось вам сегодня передать повторюсь это только небольшая часть того что я могу вот сегодня о чем я могу сказать в этом ролике остальное все на курсе обязательно приходите к нам ссылочку на предзапись я оставлю под этим видео и конечно я буду ждать ваши комментарии я предполагаю что не все со мной согласятся но со мной не надо соглашаться это мои выводы вот к 50 почти уже восьми годам и я к этому приходила постепенно что-то брала за основу что-то модное что-то там добавляли говорили что надо так надо так но и поняла одну вещь очистка которая сегодня не говорила до очистка том числе очистка печени самое главное то чистка печени правильное напитывание воздухом правильное прием воды да и правильная пища дает тот самый результат о котором мы все мечтаем красивое здоровое тело здоровый организм красивая внешность и интерес к жизни да и продуктивность вот это самое главное но тем не менее я жду ваши комментарии будет очень приятно их увидеть ну что ж на эту неделю на следующую я желаю вам здоровья я желаю вам легко поменять ваши пищевые привычки я желаю вам экспериментировать потому что вы никогда не поймете как вам нужно питаться если вы не будете экспериментировать и очень вас прошу не бойтесь еды не бойтесь пищи все что мы проглатываем должно быть во благо с любовью к себе ну и конечно дарите этому миру любовь и мир ответит вам тем же но с вами была дмила бы такого всего хорошего до новых встреч через неделю